Здравствуйте, меня зовут Панова Яна Валерьевна, кредитовый Финансбанк. Сергей Вячеславович, могу услышать? Я слушаю. Здравствуйте, Сергей Вячеславович, я вам звоню по поводу вашего кредитного договора с выгодным предложением. Я так понимаю, что вчера с вами уже наши сотрудники разговаривали и осведомляли вас с пустом... Что? Тем же предложением, что и вчера? Ну вот вчера с вами разговаривали, вот я вас задаю вопрос. У вас уже осведомляли, что общая сумма долга ваша составляет 16 514 рублей. Банк вам предлагает решить в добровольном порядке вопрос и оплатить 5000 рублей в недельный срок. Я так понимаю, что вы с данным предложением уже ознакомлены, верно? Верно. Если вы вот недельный срок оплачиваете 17 декабря 5000 рублей, остаток 11 514, вы в праве банку никогда не возвращать. Эта сумма остается полностью на ваше самостоятельное усмотрение, и вы можете ее выплачивать только для тех целей, если захотите восстановить в дальнейшем кредитную историю. Эта сумма не начисляется ни штрафа, ни пения, ничего. Все принудительные процессы взыскания на вас останавливаются. А что такое принудительное взыскание? Через суд. Да вы что? И через срок исковой давности вас не беспокоит? А в чем проблема? Если вы не оплачиваете, и в срок ежемесячного оплачивания от вас оплаты не поступает? Я говорю, вас в срок исковой давности не беспокоит совсем? То сроки пробиваются, разве и нет? Или что, вы если не оплачиваете из 2008 года, мы должны на вас глаза закрыть и простить? Нет, вы должны были давно уже обратиться в суд. Семь лет назад. Ну вот банк, понимать, серьезность этого вопроса пытается вам донести. Неинтересно. Что смешного, Сергей Вячеславович? Да вы вообще забавные все там такие. Клоун на клоуне. Я говорю, забавные вы все там. Ну, я не вижу ничего на самом деле в этом забавного. Ну так вы и не смеетесь, это же я смеюсь. Ну на самом деле на вашем месте я бы не смеялась. Так вы же не на моем месте. Ну так банк вот именно хочет вам помочь, а вы серьезность этого вопроса не понимаете. Что банк хочет сделать? Помочь? Это когда такое было? Что-то мир, что ли, опять катится в тартаре? Что-то изменилось, видимо, в датском королевстве. С каких-то опор банк хочет кому-то помочь? Ну, с тех самых, как мы вам звоним и предлагаем данное предложение. В чем проблема? Ну, смешного, Сергей, ставишь. Ну, давайте дальше что-нибудь еще веселое. Есть у вас сегодня? На самом деле ничего веселого. Мне, пожалуйста, все конкретное решение предоставьте, что касается акций. Да, пожалуйста, не буду, наверное. Неинтересно мне это. Да? Хорошо, в таком случае оплачивайте тогда сумму вашего долга полностью 16540 рублей. Ну, чуть позже. Перезвоните лет через 10. Ну, так в таком случае я вам вынуждена поставить отказ от оплаты. Блин, а что это такое отказ от оплаты? Это что, меня расстреляют? Ну, я вам ставлю отказ от оплаты, если наши разговоры прослушиваются. Просто вы всегда говорите это с такой интонацией. Я вынуждена буду вам поставить отказ от оплаты. И что это дальше? И что за этим последует? Вы знаете, всего ваши документы уйдут из банка. Нет, я так понимаю, что это должно быть что-то страшное. Так вы мне хотя бы разнесите, чтобы я хотя бы испугался. А то вы говорите так постоянно. Я вам отказ от оплаты поставлю. Факом, что я не звоню вас пугать. Я не звоню вас пугать, я не звоню с вами ругаться. Это ваше гражданское право. Я просто спрашиваю, что означает отказ от оплаты? Вот что вы, что коллекторы, они всегда с таким тафосом говорят. Я тогда вынужден вам ставить отказ от оплаты. Объясните мне, что это такое? Потому что если вы отказываетесь оплачивать, этого делаете умышленно, то уже тут идет уголовная статья о злостном слонении от соглашения кредиторской задолженности. Я же говорю в колонии, блин. Ну-ну-ну. Так вы бы хотя бы изучали что-то. Раз вы что-то говорите, так вы бы хотя бы в этом разбирались. Так я вам говорю. По скрипту читаете, вы бы хоть вникли, включили бы свой мозг, а не то, что вам там написано. Обязательно. Ну давайте, я надеюсь. Примем и так сведения. Хорошо, Сергей Вячеславович. На таком моменте, так скажем, мы с вами разговор закончим. Я вам ставила отказ от оплаты. Банк он мне однократно шел на уступки. Все наши разговоры записаны. Все, вам доброго. До свидания. Да, да. Да, повеселились мы, конечно, 8 лет. Банк не требовал, тот решил потребовать еще. Это какие-то выгодные условия обозначает. То есть человек вообще ничего никому не платил, да. А теперь выгодное условие. Отдай 5 тысяч и будет тебе счастье. Ну будешь жить, теперь и банк с тебя требовать не будет. Правильно, да, мне бы сказали это. Автор говорит, включи мозги и подумай немножечко, да. Ну хотя бы про 177. Наверняка слушает какой-нибудь из коллекторов. А может быть даже это полувменяемая дамочка. Так вот для вас обращаюсь к коллектору. 177 применимо только в формате, если человек должен более полутора миллионов и не выполняет свои обязательства по указанию судебного пристава. Реализовать эту статью может только непосредственно судебный пристав исполнитель. В нашей стране нет ни одного приговора для физического лица по этой статье. Потому что приставам делать нехер, как вот братья вот эти вот следственные мероприятия инициировать, писать заявление и тому подобное. Он что, должника личным врагом считает? Нет, должник это очередная рутина. А здесь 16 тысяч, уголовное дело. Действительно, дамочка, ты вот голову включаешь, когда говоришь такие слова. Я считаю, что автору немного повезло, потому что вот эта вот дурында, она не, собственно говоря, не вела диалог в привычном нам всем формате, когда тараторила, а она действительно давала человеку сказать что-то. Ну, скорее всего, новенькая какая-нибудь молоденькая овца пришла еще и ее так это самое как следует не постригли грамотные должники. И поэтому диалог получился забавным, веселым. Автор смог, скажем так, эмоции вылить и веселость свою показать. И в то же время отчетливо были слышны аргументы. Ну, и, понятное дело, мы с вами поняли очередной тупизм жертвы коллекторского, банковского беспредела. Понимаете, я уже думаю, что, скорее всего, жертвы это те, кто у них работает. Не такие жертвы должники, да, а вот моральные жертвы, из них делают из этих, может быть, в свое время нормальных людей делают моральных уродов. А вот эта вот банковская система, ну, что, слава богу, таких немного, я надеюсь, минимальный процент из населения. Ну, что, спасибо автору за этот ролик. Тем, кому интересно, как устроена работа кредитных юристов, в описании видео есть ссылочка на наш сайт, там есть видео, пожалуйста, посмотрите. Также есть ссылка на презентацию вебинара, бесплатный вебинар в ближайшее время пройдет. Приглашаем всех желающих, вход свободный, очень много полезного и интересного на нем будет. Ну, и ссылочка на группу ВКонтакте тоже, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Оставайтесь в курсе самыми первыми, все, что происходит у нас на канале, на YouTube, все полностью дублируется ВКонтакте. На связи был Кузнецов Дмитрий, Академия юридической грамотности, Центр юридической защиты. Спасибо всем тем, кто присылает видео, простите, кто присылает аудиозаписи с коллекторами. Все разместим, всему свое время. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok